Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня с вами в Заре, и мы начинаем разглядывать новую коллекцию. И вот там вот я вижу вот это голубое пальто, которое я очень хотела померить. Я очень надеюсь, что будет мой размер. Но сначала я хочу начать вот с этой вот юбки очаровательной, которая стоит целых 100 долларов. И блуза к ней за 65. Насчет блузы я бы, конечно, посомневалась. Обычная совершенно такая рубашка на пуговицах, а юбка очень интересная. Интересного качества, дорогая такая. Что там такая дорогая? Ну, интересная ткань, интересная расцветка. Рядышком синее платье. Значит, здесь вот что-то такое интересное зеленое. Сейчас я попытаюсь вытащить его. О май гад, здесь все запуталось сейчас. Слушайте, я посмотрела цену, оно стоит 150 долларов, но оно очень интересно. У него такая непонятная корловина. Какой-то очень непонятный фасон, но красивый цвет. И сзади такая голая спина открытая. Постараюсь найти, может быть, на веб-сайте фотографии, чтобы было понятнее. Потому что так просто на съемке не очень понятно, на самом деле, что здесь происходит. Вот они попытались как-то привесить, подвесить какие-то вещи похожие, подходящие. Но я не считаю, что они подходящие. И вот оно, это прекрасное пальто. В нем 75% шерсти. Насколько я понимаю, стоит оно 270 долларов. Необыкновенного голубого цвета. Сейчас я его померю, если будет мой размер. Смотрите, какая прелесть. И вот тут рядышком зависит тоже очень красивое еще одно пальто. Оно у нас на... Какой-то здесь свет, что оно розоватое выглядит. На самом деле, написано, что это примесь шерсти и цену. Давайте посмотрим, какая интересная ткань. Посмотрите, какая рубочка. Сейчас я посмотрю цену и посмотрю, сколько в нем шерсти. Секунду, выключусь. Так, смотрите, оно дорогое, это пальто. Оно стоит 220 долларов. И в нем, значит, сверху 33% шерсти и 25% хлопок. А подкладочка, значит, хлопковая и в рукавах, по-моему, вискоза. Ну, в общем, хороший состав. Очень оно мне нравится. Смотрите, какой интересный жакетик. Тоже у меня здесь все розовое. Господи, что происходит? В общем, короче. Давайте я померю, может быть, парочку пальто. И есть еще... Есть еще здесь вот эти вот... Кстати, они уже... Это называется special prices за 100 долларов. Вот эти вот очень-очень модные дубленки. Под старину, что называется. Подвинтаж дубленки, которые были в моде, когда мы были молодыми. Такие тулупы. Слушай, примере, очень классные. Есть вот такой вот, прям как тулуп. А есть вот такая вот куртка авиатора. Кстати, я не знаю, она просто так здесь висит. Или их тоже вытащили. Да, видите, она была 107, сейчас 100 долларов. Вот такая вот курточка авиатор. Она очень оверсайз. Давайте я начну с пальто, с голубого. Посмотрим, если я на этом размер. Так, пальто самый ближайший размер, который я нашла, был Extra Large. И он мне прямо, знаете, невелик совсем. У меня толстый свитер, правда, на мне. Но он прям тюденька в тюденьку. Хорошая длина. То есть, если бы я брала, я бы взяла Extra Large. Может, даже Extra Large. Хотя, мне кажется, что оно должно быть приталенное. У него просто мне будут, видите, даже в этом мне как-то в широкие плечи. А если будет 2X Large, то у меня вообще будут очень широкие плечи. Но цвет потрясающий, ткань великолепная. Сшито идеально. В общем, мне нравится. Так, девочки. Ой, пардон. Смотрите, белое пальто, размер Large. Примеряю я. И они все... Вы знаете, что? Мне кажется, что оверсайз умер и кончился. Потому что я смотрю, что они все... Ну, когда-то, я помню, я примеряла Large. Ну, я поправилась, конечно. Но я когда-то помню, что я примеряла Large. Вот пальто. Прям я... У меня даже несколько есть пальто, которые Medium и Small. Потому что они реально были все огромные. А сейчас вот Large, метюзерка в тюзерку. И Extra Large тоже. То есть, они как бы все уже перестали быть оверсайзными. И стали такими небольшими. Ну, такими. Как бы должны быть. Вот смотрите, какая симпатичная эта дубленочка. Вот это, кстати, размер M. Дубленки прямо сильно оверсайзные. Вот эта прям мне очень нравится. Она так сделана хорошо. Она прям как настоящая. Вот эта вся... Вся вот эта вот идея того, что это такая дубленка в старомодном стиле... Мне очень она импонирует. Самый раз она Medium. Хороший размер. 100 долларов она сейчас стоит. Очень классная. Просто очень классная. Хорошая длина такая. Попу закрывает. В общем, хорошая штука. Вот хотела вам показать новые украшения. Очень много металлических. Вот таких вот на веревочке. Металлических украшений. По тридцатке. Вот просто такая металлическая пластина. Вот такие интересные серьги. Гнутые. За 27. Вот такие вот. Тоже очень интересные серьги. За 27. Которые из пластика. Видите, 58% резин это пластик. То есть они не каменные. А вот эти прям очень красивые. Я подозреваю, что это камушки. По моим ощущениям. Так, стоят они тоже 28 долларов. Посмотрите на них внимательно. Девочки, специально обращаюсь к тем, кто утверждает, что в Заре нельзя купить не пластик, а камни за ту цену, в которой они продаются. Для тех, кто умеет читать по-английски. А кто не умеет, введите в Google. Значит, здесь написано. Stone. Камень. Вот даже по-русски написано. 60% stone. Stone. Вот это слово третье. Это S-T-O-N-E. Или вот камен. Камен. Не знаю, на каком-то языке. Но stone по-английски это камень. То есть это не пластмасса. Вот здесь в этих написано резин. Это пластмасса. А вот здесь написано stone. Это значит, что вот эти вставки сделаны из камней. Полудрагоценных или каких-то, я не знаю. Но это камни, а не пластик. И те, кто утверждает, что в Заре не бывает натуральных камней, а только пластмасса. И кто говорит, что в Заре сережки сделаны только из пластика, потому что они не умеют читать по-английски. И я вам напишу слово stone, чтобы вы могли его прогуглать и перевести на русский язык, кто не верит. Смотрите, какой интересный браслет. Вау, на пружинке 40 долларов. Посмотрите, когда... Я же не говорю, что вот это вот сделано из серебра. Нет, конечно, понятно, что это какой-то металл. А вот... Ну, очень интересный, но он очень тяжелый. А вот это, скорее всего, тоже камушек на веревочке. Видите, почему они все разные? Так, по чем они? По 40 долларов. Так, читаем состав. 50% stone. Третье слово, видите? Камень. Камень. А вот здесь вот такой. Видите, они все разные. А вот этот вот такой. Интересный, да? Ну, и тут разные металлические. Весюльки. Посмотрите, какие. Тоже за 40. Тут и веревочки, и металл. И, в общем, вот эти мне, честно говоря, я не в восторге от них. Вот серьги те с камнями и пластиковые. Мне очень понравились. А вот такое всякое... Так, это брошь. Посмотрите, какая красота. Да, 35 долларов в форме человеческой, женской вернее фигуры. В такой изогнувшейся, в очень призывной позе. Так, еще серьги. Но больше все как-то... Какой-то браслет интересный. Все больше как-то металлические. Вот камней мало в этом году. И в прошлом году, кстати, в зимней коллекции тоже. А вот в пояса, а вот и в летней коллекции тоже. В основном металл. Металл, металл. Еще одно зеленое платье. Красивое. Знаете, я люблю такие платья. 65 долларов. Это не так уж и дорого. Оно, во-первых, с плечками. Во-вторых, у него вот здесь вот эти вот складочки, которые призваны прикрыть живот. Мне оно очень нравится. Оно не очень дорогое. И вот здесь тоже сережки висят. Красиво, как они подходят. Шикарно. Сережки мне эти нравятся. Но я думаю, что до распродажа они не доживут. Так, сумочки какие. А, за 35 долларов. Это, кстати, сумочки уже на... У них как бы распродажа еще идет. Но это уже начало как бы межсезонья. Распродажа на межсезонье. Посмотрите, какие приятные. Они из коричневых. Ну, они не кожаные, конечно. Это не коричневый. Это не совсем коричневый. Это цвет кемол такой. Господи, все падает у меня. Вот с такой вот ручкой. У них есть ремешок обычный. А есть ремешок вот такой вот из дерюшки, сделанный из ткани. И вот как они застегиваются. Вот черный так уж. Вот так оно застегивается. Вот так вот расстегивается. Давайте я приложу к себе. Чтобы мы посмотрели, как это выглядит. Так, я тут со своими с умами. Ну, вот смотрите. Вот такого она размера. Очень даже хороший размер. В нее влезает телефон мой. Сейчас, да, должен влезть. Телефон влезает. И кошелек влезет. И очки, и помада. И там карточка кредитная. Что еще нужно нам? Есть два ремешка. Можно носить ее через плечо. А можно вот так вот на плече. Боже, как неудобно все это делать одной рукой. Если бы я могла прицепить себе камеру на голову или на грудь, это было бы прекрасно. Но я думаю, что тогда точно бы вызвали санитаров. Так, юбки в цветочек, блузочки, блузочки. Что еще интересного здесь есть? Я надеюсь, что у меня музыка я перекричу. Курточки такие. Косухи за 80 дешевые. Вот такая прелесть. Смотрите, я знаю, это на любителя. Не всем это нравится. Эти каменья и стразы, но прям сваровские. Посмотрите, какая красота. Просто красота. Смотрите, вот эти пальто, они тоже сейчас уже на селе. 170 долларов. Стоили они 270, а сейчас 170. Давайте-ка я посмотрю в состав. Так, пальто имеет 42% шерсти и подкладка 100% вискоза. Кстати, посмотрите, как оно красиво, хорошо отделан. Шов вот здесь вот на воротнике. Очень-очень хорошо прошит. Никаких я не вижу недостатков. Оно с поясом. Сейчас что-нибудь мы померим его. Смотрите, очень симпатичное, хорошее пальто. В нем 42% шерсти, я уже сказала, да? Я примеряю размер LARCH. Оно без пуговиц, просто на поясе завязывается. Прям классно. Мне оно нравится. Оно такого хорошего цвета. Без всяких фокусов. Просто карманы. Большой такой, большой отложенный воротник. Очень симпатичное. Очень достойное пальто. 42% шерсти, 170 долларов. Это очень хорошая цена. Смотрите, это еще одно пальто из этой ткани Монтека. Это их ткань премиум-качество. Которое, в принципе, 75% шерсти. Тоже было 270, сейчас 170. Это тоже уже такой ранний сейл. Сейчас я его примерю. Оно не такое зеленое, оно более коричневое, более защитное. Здесь прямо оно очень зеленое. Смотрите, тоже как хорошо сделаны все воротник, все швы. И очень-очень, да, карманчики простроченные. Оно, по-моему, такое приталенное. Поэтому я, наверное, возьму экстраларч. Если мне будет большое, то примерю ларч. Но я думаю, что будет. Вот, я думаю, что экстраларч мне в самый раз. Я думаю, что если бы я взяла ларч, оно мне было такое узковатое. А это прямо очень хорошо село. Ну, ларч бы тоже, наверное, село. Но я просто, если тонче свитер, то было бы получше. А так вот нормально. Причем здесь такой свет плохой. Но видите, как оно? Оно двубортное. Такое классическое, ну, как будто такое слегка мужское пальто. Вот здесь вот это для кармана. Такой, как будто бы карман для платочка. Карманы. Я думаю, что они настоящие, они просто зашиты. Видите, здесь пуговицы двубортные. 75% шерсти, 170 долларов, стоило 270. Сейчас на распродаже на мне экстраларч. Оно приталенное, узенькое. Так что надо немножко брать побольше. Смотрите, тут же рядом с зеркалом, где я примеряла, я нашла вот такие туфли в полосочку из ткани за 60 долларов. И вот такие сапоги из этой же ткани. Такие вот двойные, что сейчас очень-очень модно. Как будто бы у них, как будто бы они завернуты и от ворот доходят до самого конца. Причем они, не знаю, цены что ли нашла. Ну, в общем, вот такие интересные. Из ткани они, из ткани. Полоса, как будто костюмы. Вот еще одно нашла красивое платье. Я люблю такие платья. Оно стоит 80 долларов. Красивая расцветка такая, не яркая, но не броская, но красивая. И оно тоже вот сделано, вот так видите, с защипа вот здесь вот сделаны складки. Это очень хорошо для против живота. Здесь единственное, что большой вырез. Но сюда надо либо что-то зашить его немножко, либо вниз пододеть какую-то футболочку. Люблю такие платья. Вообще вещей еще не очень много. Поэтому у нас будет короткое, девочки. Потому что на самом деле еще только начало сезона. И вот вы видите, я хожу, чтобы ничего такого я особо не разглядела. Может быть в этом сезоне снова будет опять все такое же скучное. Но это еще вот брюки вот с этими вот пуговицами я люблю. Зарой всегда делает. Зимний сезон был довольно скучный, невеселый. Пока что летний, вернее весенний, тоже как-то не блещет. Вот богатством и огнями. А в общем-то все такое очень базовое, базовое, полосатые эти вот цветера. Джакеты вот эти вот короткие. Причем я нахожусь в одном из довольно больших, довольно больших отделений магазинов Зары. Я специально сюда приехала в надежде, что здесь я найду что-то, что-то более интересное. Но нет, особо ничего не нашла, кроме вот украшений. Ну, в общем, пока ничего. Что, девочки, будем прощаться с вами. Я надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. В следующий раз обязательно примерим. Я со своими сумками. Как с базара. Тетка с базара с сумкой. Вы понимаете, у нас ведь нету все мешки за деньги или вообще не дают мешков. Поэтому, если я что-то несу, мне нужно нести свои сумки. Короче, всех люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была Тета. Пока-пока-бай. С вами был Игорь Негода.